Припарковавшись под запрещающим знаком, можно временно лишиться автомобиля. Видимо, эту простую истину ивановские автовладельцы пока еще для себя не уяснили. В среду сотрудники ГИБДД провели очередной рейд по нарушениям правил остановки и стоянки. Согласно статье 12.16, часть 4 кодекса об административных правонарушениях, за несоблюдение требований дорожных знаков, которые запрещают стоянку и остановку в зоне действия знака, за это предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей, а также данное транспортное средство задерживается. Улица 10 августа, 3 часа дня. Очевидно, владельцы припаркованных под запрещающим знаком автомобилей отошли пообедать. Кое-кто, видимо, решив, что это поможет избежать наказания, оставил включенную аварийную сигнализацию. Однако для ГИБДД аварийка не аргумент. Если водитель действительно сломался, то правило дорожного движения, он обязан не только включить аварийную сигнализацию, но и выставить знак аварийной остановки. Ну и, соответственно, если подъезжает инспектор, объяснить, попросить помочь и так далее. Естественно, если просто водитель в зоне действия знака останавливается, включает аварийку, это все равно является нарушением правил дорожного движения. Водитель фургона решил спешно покинуть место нарушения, но факт уже зафиксирован. Так что придется подождать, пока инспекторы составят протокол. А эти автоледи своих BMW и Lexus чуть было не лишились. Инспекторы уже вызвали эвакуатор, когда хозяйки машин появились. Ваша машинка. А почему вы допустили стоянку, установку в зоне действия знака 327, установка стоянка запрещена? У нас предусмотрен за это эвакуатор транспортных средств и административный штраф в размере 1500 рублей. Вот уже ждет эвакуатор. Вашу машинку грузить. Как вы допустили это? Надо было остановиться просто экстренно. Экстренно. Чуть подальше есть у нас парковочка специальная, отведенная для этого места. Документики предоставьте, пожалуйста, на транспортных средствах. Водительница Lexus сообщила, что нарушила, запутавшись в знаках. Знак видели? Остановка стоянка запрещена. 327. Стрелочка распространяется в эту сторону. Там стоит дублирующий знак. Почему восстановили здесь? Потому что, я думаю, стоит под знак, а потом... Так а стрелочка... Вы поучили правила дорожного движения? Учила. Стрелочка... Так надо повторять, должна быть ваша настольная книга, как такой водитель. Девушки отделались штрафами. Эвакуировать их железных коней инспекторы не стали. Владельцу этого мерседеса, припаркованного под знаком на проспекте Ленина, повезло меньше. Составив протокол и не дождавшись нарушителей, инспекторы вынуждены были вызывать эвакуатор. Но прежде всего нужно освидетельствовать все имеющиеся на авто повреждения, чтобы владелец не обвинил в них полицейских. Мгновение и многотонное элитное авто взмывает в воздух. Иваново, конечно, не столица, где работа эвакуаторов необходима, но правила едины для всем. Так что ежедневно десятки нарушителей не обнаруживают свои автомобили на прежнем месте. Помимо штрафа, владельцы эвакуированных машин обязаны будут оплатить работу погрузчика и время пребывания авто на штрафстоянке. Получается больше 4000 рублей. Нарушение оборачивается потерей не только времени, но и денег. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.